Останкинская телебашня Останкинская телебашня больше, чем обычно. Сегодня это тысячи людей. Экскурсии каждый час. Проект Останкинской телебашни был создан конструктором Николаем Никитином всего за одну ночь. Возвели здание за 4 года. Это грандиозное сооружение в 1967 году стало самым высоким в мире. 540 метров. Прообразом башни стала перевернута лилия с толстым стеблем. По легенде, все-таки не ракета, а именно цветок лилии стал прообразом башни. И изначально он должен был опираться на три лепестка, как у настоящей лилии. Но затем для большей устойчивости было решено все-таки поставить башню именно на 10 таких вот ног опор. По конструкции башня похожа на игрушку-неваляшку. Громадина в 70 тонн стоит на прочных ледниковых породах. При этом глубина фундамента всего лишь 5 метров. Прочность бетона придают вот эти стальные тросы. Всего их 145 натянуты с усилием в 70 тонн. Это придаёт материалу прочность, при которой предотвращается возможность появления даже самой маленькой трещины. За счёт такой технологии башня устоит и при урагане, и при землетрясении в 8 баллов. Сюда на 85-й метр тоже в скором времени будут водить экскурсии. Все эти тросы заменили на новые после пожара в 2000 году. Пламя уничтожило практически все важные для функционирования башни конструкции. Ремонт ещё не завершён, но главные этапы уже пройдены. Мы долгое время находились без скоростных лифтов, и наш персонал пешком поднимался на 113 этаж. Если вы, например, забыли отвертку, то сами понимаете, какая ситуация. Новые площадки для посетителей появятся ещё и на отметке 147 метров. Там, в отличие от главной смотровой площадки, всегда будет хорошая погода. Облака сюда не доходят, и обзор всегда чистый. Сейчас сюда могут приходить дети в возрасте от 7 лет, и это раскрыло нам простор для фантазии. У нас есть специальная школьная экскурсия, и мы всегда реагируем тематически, тематическими экскурсиями на различные крупные городские мероприятия и праздники. Но самое ожидаемое для сотрудников и для гостей телебашни – открытие легендарного ресторана «Седьмого неба». Уже в следующем году посетители, как и прежде, смогут сидя за столом любоваться панорамой города. Чужанная Сан Сергей Солдатов и Сергей Кукушкин. Сан Сергей Солдатов и Сергей Кукушкин. Чужанная Солдатов и Сергей Кукушкин. Чужанная Солдатов и Сергей Кукушкин. Чужанная Солдатов и Сергей Курасов. Начал. начал здесь никогда еще ничего не было не ступало на телевизорчике никогда это шахты здесь аааа психи штуки а там у нас а сейчас переключимся так что 5 натянок с усилием в 70 тонн это продает материал определенную хрустность при которой предотвращается возможность появления любой даже самой маленькой трещины за счет такой технологии башню стоит прочность бетона продает стальные тросы всего их 145 натянут они с усилием в 70 тонн дает материал определенную прочность при которой предотвращается возможность появления даже самой маленькой трещины за счет такой технологии башню стоит и при урагане и при землетрясении 8 хватит ну вот кстати значит что подснял тут тоже подснили тут еще в хренге найдешь такую вот как каркалы будешь и с букуми да аппарат редкий а сейчас в сторону лучше не снимать прямого доступа а вызовы диспетчера да он сразу сказал что у вас случилось там раритет да тут что там такое нет с нулем так в нем эти же против и шкоровой он совсем недавно был увеличен возрастной диапазон посещение телебашни сэс родители в возрасте под семью и это распыло много просторов для фантазии у нас есть специальная школьная сэппись она называется квест и всем ответом помимо этого росток diesesлебашни становятся настоящими событиями пространством и мы всегда реагируем тематическими экскурсиями на различные крупные городские мероприятия и праздники ракеты сэс яс да смех сэс господи и все а муз Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok